Здравствуй, дорогой солдат! Спасибо тебе за смелость, отвагу и мужество. Желаю тебе здоровья, сил и стойкости. Согреть сердце солдата, поддержать боевой дух и позитивный настрой поможет Весточка с Родины. Ульяновские школьники написали письма солдатам, которые сейчас находятся на Украине. Весточку бойцам отправили учащиеся в Мариинской гимназии. Школьники помладше написали простые строки, дополнив письма рисунками. Старшеклассники отправили развернутые послания. Я нарисовал солнце, поляну и цветы. Это обозначает то, что всегда должен быть везде мир. Искренняя поддержка и теплые пожелания вернуться домой живыми и здоровыми. Сейчас как никогда, кстати. В своих письмах ребята рассказывали о себе и пожелали солдатам поскорее вернуться домой. Скоро трогательные детские послания вместе с рисунками отправят на территорию проведения спецоперации. Я решила написать письмо солдату, потому что я понимаю, что им сейчас трудно и им нужна поддержка, потому что они находятся вдали от своих близких и защищают свою Родину. Это письмо благодарит не только именно тому солдату, которому оно будет, но и всем остальным. Конечно, им нужна наша поддержка, им очень тяжело. Они спасают нашу Родину. Ранее акция «Письмо солдату» умела другой смысл. Школьники писали письма на День защитника Отечества и День Победы. Сейчас в каждой строчке надежда на скорый мир. Школьники благодарят бойцов за силу духа, стойкость и смелость. Поддерживают инициативу и сами педагоги. Это традиционное для нас мероприятие. И ребята уже знали, что мы пишем, но обычно мы писали ветеранам. Мы еще раз вспомнили о важности писем на фронте, поговорили о работниках полевой службы. Они, безусловно, нуждаются в поддержке не только близких, но и в поддержке всех нас. Всероссийская акция «Письмо солдату» нашла отклик у людей. Только школьниками Мариинской гимназии было написано порядка шести сотен посланий. Алина Тихонова, Александр Кудряшов, Уллправ ДТВ.